Привет! Если ты попал на мой канал, то скорее всего тебе интересно, чем я занимаюсь и что я делаю. А возможно тебе интересно, как я делаю различные проекты и так далее. Но сначала немножечко предлагаю познакомиться. Поехали! Родился я в 1991 году в Ленинграде. Именно он стоит в паспорте. Далее, как и у всех, садик, школа, путяга, армия. В общем, ничего интересного. Одно могу сказать, что с раннего возраста я хотел жить по своим правилам. И многое, что происходило вокруг, мне не нравилось. Особенно стереотипы общества, глупая цепочка становления непонятно кем, 4-6 лет высшего образования без каких-либо гарантий. Многие, в общем, я думаю, меня поймут. Ключевые игроки в моей жизни, это, конечно, мои родители, но главный это мой отец. Он был рокстаром 90-х, его группа называлась Корпус 2. Вот как сейчас помню, стою за кулисами, слушаю именитые рок-бенды, тех времен это Кейш, там ДДТ. Но больше всего жду выхода группы своего бати. Хотя, если признаться честно, вся эта кухня мне сильно не импонировала. В мыслях было, никогда не буду играть музыку, это не мое. Хоть и с детства учился в музыкальной школе, пел в хоре с первого класса. Пытался учить сольфеджио. Родители даже купили гитару, подарили и вот намол, сын, играй, учись. Началось все, как и у всех, с Кузнечика, Смокон Ду Уотер, Лестница в Небо. Ну, рокеры, я думаю, меня поймут. Ну, а дальше, как и у любого подростка тех времен, кассетный плеер в наушниках Deep Purple, Led Zeppelin, Nirvana, Red Hot Chili Peppers и другие. Так я погрузился полностью в музыку. Короче, научился играть. Успел сколотить не один рок-бенд, написать немало музыки. Основной рок-проект был, это Orange Booster группа. Как итог, до сих пор я не знаю нот. Хотя сейчас за плечами множество коммерческой музыки, оркестровок, детских треков, аранжировок, музыки для ТВ, для кино. В общем, вот вам кузнечик. Ну, а далее классика жанра. Чувствую себя рок-старом, амбиции переполняют, желание выступать в Олимпийском, быть кумиром всех и всюду. Конечно же, это все ушло на нет, когда понимаешь, как устроен шоу-бизнес, какие силы и средства нужно вкладывать. Ну, а далее первые разногласия в коллективе. И мне примерно 23-24 года, и я начинаю заниматься исключительно сольной карьерой. Как и многие ребята, я вдержал всегда в голове мысль, что я хочу зарабатывать любимым делом. Поначалу я не знал, как это сделать, и все так же продолжал работать на найме. На минутку я работал с 14 лет, кем успел я побывать. Я развозил газеты, раздавал флайеры, потом был барменом 4 года. Работал в различных кофейнях, ресторанах, в клубах, даже в стрип-диз-барах. Таскал-фасовал мясо на производстве в Мурманске. Работал в офисе координатором мерчендайзеров, управлял там семью-десяти магазинами. Работал в квестах в реальности админом, актером. Даже умудрился возить запчасти на Газели. А далее пробовал заниматься каким-то бизнесом, изучал интернет-сферу, занимался товарным бизнесом, делал интернет-магазины, пробовал. Потом ушел на фриланс, был моушен-дизайнером. Ну, короче, ты понял, было очень непросто. В итоге, конечно, пришел к саунд-дизайну, и сейчас расскажу, как это было. Но сначала небольшое отступление. Первые треки и атмосферы я начал пробовать писать, пока работал как раз-таки в квестах реальности. Пока администрировал, параллельно строились новые квесты, а начальник не понаслышке знал, что я активно пишу и играю свою музыку, выступаю. В итоге я озвучиваю за время работы около 30 квестов реальности где-то. Делаю звуки, пишу атмосферы, но все еще не понимаю, что я занимаюсь уже саунд-дизайном. Короче, я получил немало крутых отзывов и появляются все больше и больше предложений. Далее я пытаюсь найти информацию в целом об этой сфере, пытаюсь понять, где еще нужен подобный звук. Делаю свой первый сайт по услугам звуковое оформление для квестов реальности. Называюсь Тонико Саунд. Где-то до сих пор витают видосы с таким названием. Ну и конечно, как итог, не получаю ни одной заявки, так как нет опыта в рекламе, оформлении и так далее. Не унываю, иду дальше, изучаю просторы интернета на тему саунд-дизайна. То есть максимально погружаюсь в эту сферу. Результат таков, я нахожу какие-то первые свои англоязычные сайты, видеоролики, где ребята рассказывают, как делают звук для персонажей, фильмов и просто поражаюсь, насколько это круто. Первая мысль. Так, меня это заряжает. Я люблю музыку, люблю звук. Зачем мне делать что-то другое, когда я могу зарабатывать тем, что мне нравится. То есть я не ухожу полностью от своей музыки, а просто развиваюсь в смежном направлении. Бинго! Ставлю цель уйти с найма и зарабатывать саунд-дизайном. Практически с нулем в кармане я так и делаю. Первая цель изучить фриланс-площадки, с чем я вполне справляюсь. За первые два месяца я зарабатываю первые свои 100-120 тысяч рублей. В то время как на найме я получал 40 тысяч рублей. Конечно, первые деньги были из монтажа видео, мошен-графики, написания аранжировок. Ну то есть я занимался всем подряд и работал 24 на 7. То есть было очень непросто. И параллельно я находил время и постоянно изучал тему саунд-дизайна. Читал статьи, смотрел всякие американские ролики на ютубе. Находил и наших, в принципе, ребят, кто уже в теме. И параллельно много думал, вот бы было круто, если была какая-нибудь школа или курсы. Но, к сожалению, ничего подобного не было, только единичные какие-то специалисты на рынке. Параллельно я всегда делал какие-то проекты. Озвучивал отрывки из фильмов, мошен-графику различную, которую я искал в интернете. Озвучивал свои же ролики, которые монтировал для клиентов. И в итоге, через время, я пришел к своим первым заказам. На саунд-дизайн к игре, потом к моушен-графике и так далее. Они были очень простые, но самые важные. Потому что они придали мне уверенность в том, что я делаю все правильно. Это был один из тоже ключевых таких моментов в моей жизни, скажем так. Сейчас уже я выполнил где-то более 200 проектов. Мой звук был на ТВ, в Олимпийском, в кино, у известных ютуберов. Звучал в рекламе Сплата, Сбербанка, SkyEnglish, Dasreda, Mobiland, SwissFarm, Avon. Ну, в общем, очень много различных проектов было и есть. И сейчас больше я делаю, на самом деле, игровые проекты. То есть, уже занимаюсь и имплементацией. Кто, может быть, знает, что это такое. То есть, создаю звуки с нуля, встраиваю их в игры. Полноценные различные крутые проекты на разные платформы. Но на самом деле, главное не это, а то, что я до сих пор не утратил кайф от своей профессии. Каждый клиент для меня это такой же проект, как и первые дни. То есть, не по сложности, а по важности. То есть, я знаю, что я делаю и что умею. Как мой звук может помочь и какие задачи он будет выполнять. Сейчас я пошел дальше и мне захотелось уже передавать свои знания. Я начал обучать и на данный момент уже горжусь тем, что мое обучение уже прошло более 100 человек. И вряд ли я с этим на самом деле завяжу, потому что от этого я получаю неимоверный кайф. Ну что, теперь ты знаешь про меня намного больше. Я предлагаю тебе подписаться на мой канал. Я буду очень стараться делать каждое видео максимально полезным для тебя. Рассказывать про мир саунд-дизайна, про различные проекты, как я их делаю и так далее. До скорых встреч!